Слушает любимые треки и ждет врача. Михаил Поляков уже полгода автоволонтер. Несколько раз в неделю меняет строгий офисный костюм на обычную удобную одежду. Садится за руль и едет в поликлинику. Не на прием, а за врачом. Довести до пациента. Вчера было 16. Вчера Михаила не было. Вчера мы ходили пешком, к сожалению. Участок у нас не один, а два, потому что врачей у нас как и везде не хватает. И поэтому вчера чисто на вызовах я бы потратила 4 часа. Вот это круто будет. Сегодня пешком лишь от машины до подъезда. Доктора к маленьким пациентам Михаил довозит всего за пару минут. В волонтерском штабе он уже полгода. С начала пандемии пожилым привозил лекарства и продукты. Сейчас служит врачам абсолютно бесплатно. Врача же не просто вот он пришел сюда на дом и все, он пошел домой. Ему еще нужно заново пойти на работу, еще нужно заполнить карточки, еще нужно назначить лечение, еще много-много-много таких дел, которые необходимы. И в том, что он только сюда добрался до пациента, лишь только малая часть. И чтобы вот эту всю цепочку ускорить, считаю, что мы необходимы, получается, как автоволонтеры. Уже пятый вызов за утро, и это не предел. Заболевших много. Врачи работают на износ. Михаил рад, что его начальник позволяет делать добро в рабочее время. К слову, автоволонтеров в городе больше двадцати. Пока достаточно. Но есть нюансы, рассказывают в краевом волонтерском штабе. Мы понимаем, что через какое-то время все равно ребята будут уставать, и кто-то захочет отдохнуть немножко. То есть нам все равно необходимо какое-то количество волонтеров поддерживать. И если будут желающие к нам обратиться и помогать, мы только будем за и рады. А сколько заявок? Путни, начало недели. Ну, наверное, где-то около восьми. Вы устаёте? Да нет. Я-то почему должен уставать? В принципе, это больше все-таки нагрузка врачам. Тут просто сидишь, троллишь и ждёшь. К слову, родные Михаила до сих пор не знают о его добрых делах. Бережёт, чтобы лишний раз не переживали. А на интервью согласился лишь за тем, чтобы люди откликнулись и встали в ряды добровольцев. Ведь помощь медикам нужна сейчас, как никогда. Когда они меня вызвали в восемь утра, а я к ним пришла, извините, меня в двенадцать, то с Михаилом, конечно, казалось всё в три раза быстрее. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.